Ваше тело должно спать, ум должен спать, все должно спать. Но вы должны бодрствовать. Каждый день вам доступно бесплатное просветление, когда вы ложитесь спать. Но проблема в том, что в это время вы находитесь без сознания. Вы победите свою смертность, если вам просто удастся сохранить осознанность, когда вы засыпаете. Существуют различные аспекты того, что мы называем Шива. Безграничную реальность называют Шива. Величайшего из йогинов называют Шива. Его танец называют Шива. Его музыку называют Шива. Его неподвижность называют Шива. Но из всего этого, то, что он йогин, имеет наивысшее значение с точки зрения открытия двери возможностей для каждого человека. Кто-то может быть много кем. Но самым важным является именно то измерение, которое создает новые возможности для мира. Поэтому то, что он является йогином, это самое важное. Быть йогином означает многое. Одним из аспектов йогина является то, что он спит в своем бодрствовании, и он бодрствует в своем сне. То есть, вы должны быть в полном сознании, но если вы проверите параметры своего тела, оно должно быть спящим. Во время сна должно спать все, но вы должны бодрствовать. Ваше тело должно спать, ум должен спать, все должно спать, но вы должны бодрствовать. Когда вы крепко спите, вы в полной гармонии с мирозданием, вы едины с ним, не так ли? Природа дала вам такую возможность. Если вы все забываете, каждый день, когда вы ложитесь спать, вы становитесь единым с мирозданием. Если вы можете проснуться и передвигаться с таким же ощущением единства, значит, вы достигли зели, не так ли? Каждый день вам доступно бесплатное просветление. Когда вы ложитесь спать? Но проблема в том, что в это время вы находитесь без сознания. Так что, по сути, садхана заключается в том, что когда вы переходите от бодрствования ко сну, одна часть вас засыпает, а другая продолжает бодрствовать. Тогда вы достигли цели. Или наоборот. Когда вы просыпаетесь, определенная часть вас продолжает спать. В таком случае вы тоже достигли цели. Если вы бодрствуете и в то же время крепко спите, если вы спите и бодрствуете одновременно, это называется турья. Если вы находитесь в состоянии турьи, мы говорим, что вы мртанджай, что означает, что вы бессмертны. Потому что, если вы можете бодрствовать во сне, вы также будете бодрствовать, когда вам нужно будет оставить тело. Так что для такого человека смерти не существует. потому что жизнь и смерть происходят одновременно. Только невежественные люди считают, что сейчас я жив, а однажды я умру. Нет. Оба эти процесса происходят одновременно. На самом деле, между ними нет разницы. Нам приходится их разделять только ради понимания. Но в противном случае это просто жизнь и жизнь. Одно измерение жизни и другое измерение жизни. Этот переход из одного измерения жизни в другое становится легко доступным дверным проемом. Каждый день у вас есть доступ к этой двери, которая находится между бодрствованием и сном. Это всё равно, что дверь между жизнью и смертью. Если вы знаете, как использовать эту дверь, если вы будете продолжать бодрствовать до самого последнего момента, знаете ли вы точно, когда вы на самом деле засыпаете? Вам кажется, что вы не спите, но через некоторое время вы не можете отследить, когда вы заснули. Если вы сможете сохранять осознанность до этого момента, это всё равно, что сохранять осознанность в момент смерти. Вы победите свою смертность, если вам просто удастся сохранять осознанность, когда вы засыпаете. Это возможность для вас, лучшая подготовка к смерти, пытаться засыпать осознанно. Если вместо того, чтобы просто уплывать в сон, вы перейдёте от бодрствования ко сну осознанно, смерть станет для вас игрой. Так что момент, когда вы засыпаете, это невероятная возможность. Если вы будете спать определенным образом, то на следующий день, когда вы проснётесь, вы определённо будете на одну ступеньку выше. Каждый день у вас есть возможность практиковать смерть. Если вы сможете справиться с этим моментом, вы можете сделать вот так осознанно, да? Точно так же, от бодрствования ко сну. Если вы сможете так сделать, тогда это всё, что требуется. Вы — мартенджая, потому что смерти для вас не существует.